друзья собираем урожай фасоль смотрю уже можно некоторые собирать все начинаем собирать чтобы слишком большое да не люблю я ну средненьких начнем собирать давайте собираем урожайчик мои хорошие приступаем вот отсюда начинаю это что у нас выскочила это маленький это маленький здесь вот это собираю или не собирай нет не собираю малюсенький а вот это собираю здесь чё надо аккуратно чтобы не повредить вот так это малюсенький оставляем это тоже оставляем а здесь чё у нас малюсенький малюсенький можно оставлять так здесь нет малюсенький а это берем это тоже берем это тоже берем вот такой вот друзья целый вот такой шесть или пять килограмм мне кажется пять шесть килограмм будет целый ведро урожай собираю пол ведро наверно килограмм собирала первый раз мы домашними яйцами я пожарила а это второе у меня целый ведро урожайчик у меня еще много много есть соберу и соберу и соберу вот так вот очень много но они средненькие вот такие вот такие оставляю следующий раз вот такие а это не оставляю просто не видела вот так вот остальное вот видите это тоже большой нет оставляю эти следующий раз еще соберу очень много но сегодня хочу посмотреть попробовать вот сгорела видите это от солнца мне сказали есть такое средство поможет не поможет не знаю мне сказали копай люсины один куст и посмотри есть картошка видите очень плохо с картошкой наверное вот это сейчас принесу лопатку и один куст попробую есть картошка если нет так нет что поделаешь дождь солнышко ливень поэтому картошка ничего не закрывает ни дерево фруктовое ничего да открыто все поэтому вот так вот получилось но получилось так получилось что я поделаю ничего не я не сделаю друзья мои почистила помыла фасоль порезала и воду поставила будет вариться и остынет и отправлю морозильник хорошие заодно готовим армянский из армянской кухни суп кисломолочный продукт суп спас у меня на канале есть все равно сейчас покажу как я поэтапно делаю но мои хорошие у меня на канале есть кисломолочный продукт армянская кухня суп суп спас мои хорошие все я готовила сейчас покажу друзья я отдельно сварила всегда так делаю пшеницу отдельно сварила пшеницу уже она готова здесь у меня мацун ну сколько 400 грамм ну пол банки ну 400 литр миллилитр мацун я сама делаю мацун у меня тоже на канале есть как делать вкусный густой мацун заходите посмотрите и сметану сметан добавила 200 грамм 150 200 180 грамм сметана добавляла холодной воды у меня трехлитровая кастрюля небольшое и вот видите до отсюда все чтобы у меня место было я потом добавить как начнет кипеть сейчас и у меня здесь три как ну не деревянные палочки зубная друзья забыла на русском языке зубочистку положила я буду стоять и обязательно мешать пока хорошенько не скипела у нас вот это кисломолочный продукт но мало что я всегда говорю а вдруг дверь кто-то стучит зубочистку на всякий случай положите или спичку да сверху ломите вот это то что есть и если нет зубочистка то спичку все ставим на газу и в воду холодной обязательно все включила газ и поехали все друзья все поставила на газу и стою и мешаю до сих пор пока у меня очень хорошо не начнет кипеть потом скажу что делать друзья добавляю отдельно варила пшеницу очень хорошо скипела и все не стоим не мешаем очень хорошо кипела добавляю пшеницу я много варю если смотрю вот так вот мешаю смотрю если достаточно остальное даю курам так что не потеряно все все друзья солим обязательно обязательно соль и 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 газ меньше делаем средний вот так вот все добавляю сливочное масло добавляем масло сливочное обязательно сливочного никакого маргарина друзья все хватит сейчас добавляю зелень сразу же кинза здесь подходит только кинза никакого другого зелень никак не подойдет имейте ввиду хочешь мешать давай мешай вот вот так вот 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 мешаем мешаем а вы любите сыпас пишите в комментариях обязательно обязательно вот вот и наш сапас готово через одну две минуты отключаем газ и подаем при приглашайте друзей семьей собирайте и угощайте готовьте очень вкусно и полезно полезно почему еще вы вы Субтитры создавал DimaTorzok